Приветствуем вас на канале Паяльник ТВ и в этом видеоролике будет рассмотрена схема, предназначенная для согласования логических уровней. Состоит она из трёх резисторов и одного биполярного транзистора и может быть использована для двунаправленного преобразования напряжения высокого логического уровня при обмене данными между двумя устройствами. Например, между микроконтроллером с напряжением высокого уровня 5 вольт и дисплеем с напряжением высокого уровня 3,3 вольта. Причём выходы могут быть как с открытым коллектором, так и push-pull. Но для начала необходимо кое-что узнать о биполярных транзисторах. Итак, вот у транзистора NPN типа эмиттер подключен к минусу питания. Это стандартное подключение транзистора, при котором он работает как ключ. Но также возможно инверсное подключение биполярного транзистора. То есть можно его эмиттер и коллектор поменять местами. И это сделано с таким же транзистором в правой части схемы. Вместо коллектора здесь ток втекает в эмиттер и соответственно вытекает из коллектора вместо эмиттера. И несмотря на такое издевательство транзистор продолжает работать как ключ. Но не случайно эмиттер и коллектор у транзисторов называются по-разному. При инверсном подключении у транзистора существенно ухудшаются характеристики. В частности, статический коэффициент передачи по току. Вот мы уменьшили сопротивление нагрузки до одного килоома и целых четыре с половиной вольта из пяти упало на транзисторе. А у транзистора в нормальном прямом включении упало всего 81 милливольт. Ну а токи значительно меньшие чем ток базы, транзистор в инверсном включении коммутирует вполне сносно. И далее эти два варианта включения биполярного транзистора будут использованы в главной схеме этого видеоролика. Итак, по центру здесь находится схема преобразователя логических уровней. Слева находится устройство, напряжение высокого уровня которого 3,3 вольта. А справа соответственно устройство, напряжение высокого уровня которого 5 вольт. И первое состояние – высокий уровень на обоих устройствах. Задается он подтягивающими резисторами. Транзистор при этом закрыт и отделяет 3,3 вольта от 5. Второе состояние – устройство слева сформировало низкий уровень на выходе, притянув его к минусу питания. Транзистор при этом превратился в открытый ключ, так как его эмиттер подключен к минусу питания, и в базу через резистор идет управляющий ток. И соответственно коллектор притягивает к минусу питания выход подтягивающего резистора. Тем самым формируется низкий уровень на входе устройства справа. И третье состояние – устройство справа прижало свой выход к минусу питания. И транзистор снова становится ключом, но к минусу питания подключен его коллектор, открывающий ток идет через тот же резистор, и минус питания теперь формируется на эмиттере. То есть включение транзистора теперь инверсное. И стоит обратить внимание на подключение вот этого подтягивающего резистора. Если подключить его напрямую к 3,3 вольтам, то ток через эмиттер-коллектор открытого транзистора окажется слишком большим для инверсного включения. Соответственно на транзисторе упадет довольно большое напряжение. И чтобы уменьшить ток через этот резистор при инверсном включении транзистора, подключается он не к 3 вольтам, а к базе транзистора. На резисторе оказывается напряжение всего 700 мВ, что существенно уменьшает проходящий через него ток. А теперь давайте проверим работу схемы с выходами push-pull. Как видим никаких проблем не возникает. И осталось проверить работу схемы на макете с реальными радиодеталями. На макетной плате у нас собрана схема из симуляции. Это, как уже говорилось, преобразователь логических уровней. Сейчас у нас на верхней полосе 5 вольт. И это я сейчас продемонстрирую. А на нижней полосе у нас 3,3 вольта. Ну, практически 3,3 вольта. Итак, у нас здесь выведены провода. Зелёный – это коллектор нашего транзистора, а оранжевый – это эмиттер. И получается, что зелёный – это наш, скажем так, пин 5 вольт, а оранжевый, то есть эмиттер – это пин 3,3 вольт. Земля тут, на самом деле, общая. Сюда подключать или сюда – это уж дело выбора. У нас здесь всего 3 резистора. Это 2,5 кВт, 1,10. Всё как в симуляции. Итак, смотрите. 3,3 вольта. У нас сейчас здесь логическая единица. Если мы коллектор наш притянем к земле, ну, подключим к земле, у нас будет логический 0 на 3,3 вольтовой, скажем так, шине. То есть, убрали 3,3. Так, 0. А на коллекторе у нас 5 вольтовая. Видите, логическая единица. Подключаем к эмиттеру землю. У нас получается на коллекторе логический 0. Вот такой вот преобразователь логических уровней на 4 элементах. Ну, а за этим всё. Спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, дабы не пропустить новых роликов. И не забывайте заглядывать в описание. Всем пока!